Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня я хочу выступить с предложением, которое я считаю, что просто востребовано обществом. По ситуации в стране мы видим, что нынешняя верхушка не справляется с последствиями пандемии. Более того, своими руками именно правительство Назарбаева-Токаева создало этот кризис в стране. Вы знаете прекрасно, что в стране нет лекарств, больницы переполнены, нет самого элементарного, даже нет кислорода, кислородных баллонов. Люди из подручных средств сами выстраивают то или иное оборудование, которое производит кислород. Мы все прекрасно знаем, что даже бедная Грузия нам поставила 10 аппаратов ИВЛ, это предприниматели поставили. При этом мы все прекрасно знаем, что Грузия несколько раз беднее, чем Казахстан. Мы видим, что самые простые вещи, которые обязано было решить правительство Назарбаева-Токаева за период карантина, когда было объявлено чрезвычайное положение, это правительство ничего не сделало. Мы только знаем, что в апреле этого года, когда Такаев объявил о сокращении всех своих бюджетных расходов на те или иные ведомства, именно тогда, в апреле, был поднят бюджет Комитета национальной безопасности на 50 миллиардов тенге. Имея бюджет порядка 350 миллиардов, бюджет стал теперь 403 миллиарда тенге. На 53 миллиарда тенге был поднят бюджет Комитета национальной безопасности. Сейчас министр здравоохранения новый заявляет, что аппаратов не хватает, вот сейчас еще прикупим, еще и так далее. Чтобы купить эти аппараты, достаточно было времени, несколько месяцев можно было всю страну завалить аппаратами ИВЛ. Всю страну. Самые глухие, отдаленные аулы нашей страны. А у нас ИВЛ не хватает в городах. Я уж не говорю о том, что в аулах мы просто даже не слышим. Масштаб трагедии. То есть, это правительство Назарбаева-Токаева, недееспособные, полные импотенты. Мы все должны понимать, что бездействие правительства Назарбаева-Токаева это не результат того, что президентом стал друг Токаев или премьер Мамин. Это результат того, что в нашей стране построена гнилая мафиозная система, которая работает только на одного человека, на Нурсултана Назарбаева и его кучку приближенных. Именно поэтому вот эта трагедия, которая сейчас происходит в нашей стране, она оставляет равнодушным эту политическую верхушку. Вчера они цинично, нагло и беззастенчиво устроили салют в Астане, якобы чтобы это придало дух нашим гражданам, медикам и так далее. Представляете, какой позор? Тут врачи в регионах страны взывают, говорят, помогите, пожертвуйте деньги, нам нужны кислородные баллоны, нам нужны маски, нам нужны аппараты ИВЛ. И люди сбрасываются, работают волонтеры. Мы приветствуем таких людей, но ведь не в этом все дело. Почему мы должны и у и так нищего народа собирать, что взывается по мелочам, когда под ногами валяются огромные деньги? Как так возможно, когда Такаев говорит о том, что в стране не хватает ресурсов, что налоговое поступление уменьшается, в этот момент увеличивать бюджет на 50 миллиардов тенге Комитету национальной безопасности. Что такое Комитет национальной безопасности? Это кучка бандитов в погонах, которые сохраняют и охраняют этот режим и никогда не занимались так называемой национальной безопасностью. Если бы это ведомство занималось национальной безопасностью, первым ее решением было арестовать Назарбаева всю эту политическую верхушку. Это Комитет Назарбаевской безопасности. И опасаясь, что на волне карантина люди будут гибнуть, они будут жить фактически при полном отсутствии средств, Назарбаев увеличивает финансирование Комитета национальной безопасности, считая, что они его будут защищать. Вот в чем его цель. Он не думает о народе, он не выполняет свои функции, как фактически глава государства, поставив куклу, мебель на свое место, Косможимар Такаева, он усиливает именно финансирование Комитета национальной безопасности. Вот куда уходят деньги. И поэтому я считаю просто позорным делать обращение в адрес граждан, просить у них ничтожные последние деньги, чтобы купить аппараты ИВЛ или кислородные баллоны. Денег в бюджете страны достаточно. Более того, и Такаев, и Назарбаев хвастаются, что якобы они имеют валютные резервы в размере 90 миллиардов долларов. Спрашивается, а зачем тогда попрошайничать у народа? Зачем вообще просить какие-то жалкие деньги у России, у Грузии 10 аппаратов ИВЛ покупать? На эти 50 миллиардов тенге, на которые был увеличен размер бюджета Комитета национальной безопасности, всю страну можно было завалить и аппаратами ИВЛ, и лекарственными препаратами, и автомашинами. И вообще, если бы бюджет Комитета национальной безопасности вместо увеличения на 50 миллиардов тенге, а еще сократили бы на 50 миллиардов, никто бы вообще этого не заметил. Они на эти деньги гуляют, списывают на неких агентов, которые они якобы вербуют, гуляют в ресторанах, им дают бесплатные квартиры, по условной ставке, ипотечной ставке они покупают жилье, у них зарплата от полумиллиона до нескольких миллионов тенге. Это условие, когда нашим гражданам не могут выдать по 50 тысяч тенге. Вообще, в принципе, сейчас правительство Назарбаева-Такаева отправило граждан локдаун, так называемый, без средств к существованию, чтобы люди не могли купить себе лекарства, еду. То есть, сейчас граждане будут умирать от пандемии, а завтра они будут умирать от голода. Это, вы видите, какое не только недиспособное правительство, но и преступное. То есть, это режим, он преступный сейчас, он был всегда, просто была ситуация, когда еще наши граждане могли жить как бы своей жизнью. Они живут своей жизнью, граждане живут своей жизнью, у них салюты, фейерверки, яхты, у них богатая жизнь, они делают, что хотят, и при этом наш народ бедствует. Вот, собственно, какую систему построил Нурсултан Назарбаев. Но мы все должны понимать, что он построил при нашем глухом молчании, при одобрении. Каждый год люди, по сути, поддерживали этот режим своей неактивностью, своей пассивностью. И было немало людей, которые пели оду Назарбаева и продолжают сейчас и именно поэтому он сел на голову народа. Именно поэтому он ничего не боится. Он украл свыше 200 миллиардов долларов лично для себя. Он украл десятки миллиардов долларов для своего ближайшего окружения. Он с Шиком проводит день рождения свой, 80-летие, и проводит тогда, когда десятки и сотни людей умирают в больнице, не получив самого элементарного. Мы сейчас знаем, что это официальная статистика, лживая. Когда министр здравоохранения говорит, что только за июнь месяц пневмония заболела свыше 32 тысяч человек, а ранее, год назад, всего лишь около 8, то есть четырехкратные увеличения произошло, это, безусловно, показывает масштаб катастрофы. Но вы сами прекрасно знаете, что основная часть населения не может попасть в больницы, они находятся вне регистрации. Масштаб катастрофы многократно больше. И мы видим, что при этой ситуации уже обнажились все язвы этой политической системы, которую мы молча поддерживали, не меняли, не боролись, не выходили на митинги, мы посмеивались над двумя коронами Нурсултана Азарбаева, мы посмеивались над премьерами, Акимами, мы как бы старались не идти на конфликт, не требовать исполнения наших прав, не требовать, чтобы это правительство нормально работало, наверное, так можно было жить, полувыживать. Но сейчас наступила ситуация, когда наше 30-летнее молчание приводит к трагедии, фактически геноциду нашего народа. пандемия только начала развиваться, то есть вспышка, взрыв произошел буквально несколько недель назад. На самом деле мы прекрасно понимаем, что это все произошло раньше. Когда в марте был объявлен карантин, я знаю, что основная часть, если не вся, граждан не верила, что существует такая болезнь коронавирус. Более того, когда я обращался с предостережением и говорил, что наступает опасный период в развитии нашей страны, меня многие упрекали, говорили, что коронавируса не существует. Это не проблема наших граждан, которые не понимали. Это проблема нашего правительства, которое должно было проводить разъяснительную работу, снимать именно такие ролики, которые объясняют опасность. А что делало правительство? Она замалчивала, она заявляла, что успешно справилась, даже Трамп написал поздравительную телеграмму в адрес Такаеву и буквально через неделю все взорвалось. А почему взорвалось? Потому что эта лживая система не говорила реальное положение дел. Она врала и мы все понимаем, что больные были в больницах, все это скрывалось. Мы видели, как врачи возмущались, мы видели, что врачам недоплачивают, ходили слухи, что якобы тельный умерший специально оформляется под видом болезни коронавируса. Все это было связано с тем, что эта система лгала, закрывала рты врачам, средства массовой информации были тоже закрыты для передачи реальной картины дел и все и все завеса молчания прорвалась, все сказали вот теперь пандемии. Нет, уважаемые друзья, она все это время развивалась. Развивалась, когда вы стояли на улицах тысячами, когда это тупое правительство не могло нормально выдать по 42 тысяч тенге нашим гражданам, когда люди стояли в цонах, в банках, когда это тупое правительство принимало решение, что автобусы должны реже ходить и в оставшееся время эти автобусы были переполнены и люди заражали друг друга. Это все результат деятельности этого тупого правительства, тупого режима и мы этот тупой режим терпели. Сейчас этот тупой режим начал борьбу против тех, кто якобы спекулирует лекарственными препаратами. Они пользуются тем, что основная часть населения не понимает рыночные процессы, объявили борьбу с некими спекулянтами. Но я хочу вам сказать, что это дефицит лекарственных препаратов искусственные. В рыночной стране если дефицит какого товара и бывает, то он краткосрочный максимум на две недели. А вообще не бывает и не может быть, чтобы был дефицит лекарственных препаратов. Я в свое время занимался этим бизнесом, у меня была фармацевтическая компания, одна из крупнейших в стране и прекрасно понимаю, как осуществляются поставки лекарственных препаратов. Крупные оптовые компании имеют склады по всей стране и обычно запасы лекарственных препаратов минимум на 2-3 месяца. Если вдруг происходит всплеск покупок лекарств, то эти крупные оптовые компании немедленно осуществляют заполнение складов, немедленно и на это уходит ровно столько времени, приблизительно в зависимости от страны поставок месяц, два месяца максимум, но при этом запасов их у них на складах достаточно. А если спрос превышает предложение, то тогда эти лекарственные препараты немедленно поставляются самолетами или машинами из соседних стран. Я хочу вам сказать, что нет дефицита лекарственных препаратов ни в России, ни в Украине, которые тоже являются крупным производителем тех или иных лекарственных препаратов. Вы должны знать, что дефицит товаров возникает только тогда, когда правительство вмешивается в деятельность частных предприятий или существуют крупные монополии. Вы помните, когда у нас был дефицит нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и так далее. Тогда я объяснял, почему он возник. Страна, являющая крупнейшим производителем нефти, входящую десятку в мире, как в этой стране может быть дефицит нефтепродуктов. Только потому, что существуют монополии. На рынке нефтепродуктов работает Тимур Кулебаев, он единственный владелец этого рынка, он управляет, регулирует, и сплеск цен ему выгоден, он тогда дороже продает нефтепродукты. По фармацевтическому бизнесу аналогичной ситуации. Крупные оптовые поставщики, производители, внутренних именно производителей, которые производят лекарства, тоже контролируются семьей Назарбаева. И этот дефицит лекарственных препаратов сформирован именно опять снова семьей Назарбаева. Что сейчас происходит? Сейчас аптеки проверяют на предмет, что они якобы завышают цены. Хочу вам отметить, что в соответствии с нашим законодательством цены на товары регулируются только рыночными механизмами, а именно конкуренцией. Когда аптек много, они начинают все между собой конкурировать, тогда цены начинают падать. Если какой-то товар становится дефицитным, его становится мало, соответственно цены на него растут. Сейчас что на самом деле происходит? Разные фармконтроли, проверяющие органы решили вмешаться в деятельность аптек и якобы сказать, что их цены завышены. В законе нет норм, которые бы регулировали завышенные цены или заниженные. Нет в законе. Приходят проверяющие органы в аптеке, фармацевтические компании, начинают по своему замыслу, по своему пониманию говорить, что у тебя цена завышена, штрафовать, пугать их тюрьмой. И эти аптеки компании, даже имея товар, они прекращают его продавать, они боятся, что их будет преследовать. Таким образом, искусственно формируется дефицит. Если этот дефицит, даже если есть, то эти фармкомпании его немедленно покрывают, покупая в соседних странах. И опять же, они это не могут делать, потому что они боятся, что их обвинять, обвинять в завышении цен. И когда компаний очень много, которые поставщики на наш рынок, то цена всплеск цен, роста цен может быть не более, чем двухнедельный. А сейчас правительство, вмешиваясь в деятельность частных предприятий, пытаясь регулировать их цены, фактически нарушает действующее законодательство. Они просто действуют как бандиты. Это приводит к тому, что вместо того, чтобы произошло наполнение рынка лекарственными препаратами, происходит дефицит. Этот товар начинает продаваться на черном рынке, мимо кассы, любым путем, и таким образом цены взлетают. Это результат неграмотной политики этого правительства. Они не понимают, что такое рынок. Они пытаются все установить, зарегулировать. В рынке регулируется только за счет конкуренции. Если правительство обеспокоено тем, что лекарственных препаратов не хватает, у них было время, период ЧП и карантина, когда они могли массированно осуществить закупки лекарственных препаратов за рубежом, привезти их самолетами, раскидать по аптекам, и опять не было бы никаких проблем с лекарственными препаратами. Вообще, для этого не нужно быть министром, не нужно быть президентом. Это очень простое действие обеспечить поставки лекарственных препаратов. В начале 90-х годов у нас, когда был дефицит одежды, мебели и все прочее, тысячи челноков поехали за рубеж и насытили наш рынок любыми товарами. Лекарственные препараты вообще легко. И когда правительство не может такие вопросы решить, не выделило вовремя денежные средства, не контролировало монополиста, который является именно зять на султан Назарбаева, Тимур Кулебаев, все это привело к ужасающим последствиям, когда тысячи людей стоят и стояли в очередях и не могут купить самые элементарные. И в этих условиях, уважаемые друзья, я еще раз хочу сказать, это результат существования этой политической системы. Мы для себя должны решить и сказать, мы живем в той политической системе, которая разрушает нашу жизнь, ставит под угрозу вообще в существовании нашей нации. Я хочу сказать, что мы все должны понять, что пандемия сейчас находится только на начальной стадии. Этот режим продолжает лгать, писать статистику, что чуть более 200 человек умерло, хотя мы все прекрасно понимаем, так называемая пневмония, это именно результат воздействия ковида. Это мы все понимаем, и они это тоже понимают. тем не менее в статистике отражается, что от ковида чуть более 200 человек умерло, хотя люди умирают сотнями ежедневно. Я приводил пример, когда в Испании умирало более 800 человек, и если пересчитать цифры на души населения, ясно, что у нас должно умирать не менее 300 человек в сутки, а в реальности больше, потому что испанская система здравоохранения, а нам на порядок выше и лучше, чем казахстанская. И, конечно же, когда медицинская помощь не оказывается в разных регионах страны, поселках, небольших городах, вы понимаете, масштаб трагедии на самом деле ужасающий. И все будет впереди. Мы понимаем, что и июль, и август пандемии будут развиваться стремительно. Мы будем терять близких, нация будет находиться в опасности, и это результат деятельности этого правительства. Это результат деятельности Нурсултана Назарбаева бездействия, по сути дела, хотя у них было несколько месяцев, чтобы эти вопросы решить. Это правительство не решает даже вопрос по поддержке финансовой. Они не хотят оказать финансовую помощь населению. Они ничего не хотят. Еще раз, это результат существования этой политической системы. Уважаемые друзья, в этой связи я хотел бы сформулировать, что нужно делать. Сейчас у многих наступило прозрение, многие понимают, что этот режим должен уйти. Мы все прекрасно понимаем, что дальше больше так жить нельзя. Совсем недавно многие бы готовы были терпеть и говорили, что на митингах всего лишь сотни или тысячи, а мы подождем, когда выйдут десятки тысяч. Если придерживаться той самой позиции, то очень скоро мы недосчитаемся в нашей стране десятков тысяч. Погибнут ваши близкие и вы сами. Только тогда, когда мы сменим этот политический строй, получим в наши народные руки контроль над бюджетом страны, над ресурсами, поставим на все ключевые посты способных менеджеров, а их в нашей стране достаточно. Когда мы будем выбирать Акимов, когда мы будем назначать правительство, когда у нас не будет должность президента, именно тогда начнутся в нашей стране огромные изменения. Что нужно делать? Сейчас существует запрос в обществе, запрос на то, чтобы эта власть ушла. как один врач из Ак-Тубе сказал «Мы восстанем, мы уничтожим вас». Это гнев, это отражение тех настроений, которые существуют в обществе. И в этой связи наша политическая организация «Демократический выбор Казахстана» предлагает план действий. План действий простой. На самом деле, я его и ранее озвучивал, но именно сейчас, я уверен, наш план будет востребован, злободневен и он работает на запрос и настроение наших людей. Что мы будем делать? Сейчас звучат призывы «Давайте объявлять митинг, давайте выводить людей». Я хочу сказать следующее. Для того, чтобы результат был действительно тот самый, которого мы ждем, а именно смена политического строя, необходимо, чтобы как минимум в Астане, Балма-Ате и, например, в Шимкенте вышло около 3 или 5 процентов от численности населения. Значит, в Астане приблизительно 50 тысяч и в Алматы порядка 100 тысяч, в Шимкенте порядка 50 тысяч. Вот три города я называю. Вот столько должно выйти на митинги. Если мы призовем наших граждан выйти на митинги, мы прекрасно понимаем, что такого количества людей не будет. Для того, чтобы это было, нужно ядро сопротивления, организованная политическая сила, иначе, если мы не будем иметь организованную команду людей в каждом из названных городов, в какой-то момент протест просто превратится в бунт. Бунт обычно завершается следующим образом. тысячи людей громят магазины, громят административные здания, забирают в магазины все, что есть, выплескивают ненависть, громят дворцы, гоняются за полицией, и через какое-то время они все уходят обратно к себе домой, оставят за собой руины. Нам такой бунт не нужен. Мы хотим построить новую демократическую страну, мы хотим построить демократические институты, народный парламент, мы хотим, чтобы Акимы выбирались людьми, народом, и поэтому это бессмысленный бунт, бессмысленные действия, нам нужно, чтобы все было организовано. В мире это все организовывают политические силы, или партии, или политические движения. В нашей стране есть запрещенное этой властью, но полностью объявленной легитимной мирной европейским парламентом это демократический выбор Казахстана. Вы знаете, что наших последователей по всей стране сотни тысячи. Единственная проблема, то, что власть преследует, штрафует, сажает тюрьмы. В этой связи, в связи с тем, что сейчас, именно сейчас существует востребованность на действия, на меня выходит очень много молодежи, которые говорят, что мы готовы действовать, выводить людей, привозить из других регионов и так далее, и добиться смены этого политического режима. Что нам нужно делать? Нам нужно сформировать ядро наших последователей, организованную силу, когда люди будут выходить на массовые митинги, именно это ядро будет направлять, организовывать, не будет допускать никаких вспышек насилия, и будут выполнять четко те цели и задачи, которые намечены нашим политическим движением Демократический выбор Казахстана. Я в качестве примера возьму Алмату. Мы говорили ранее о создании ячеек, говорили, что в ячейке должно быть не менее пяти человек, активных людей, знающие программы Демократический выбор Казахстана, понимающие, какую страну хотим мы построить, понимающие, каким образом произойдет смена политического строя. Сразу хочу подчеркнуть, мы действуем в конституционном поле, в законном, мы собираемся именно организации массовых мирных митингов принудить правительство Нурсултана Азарбаева и его самого уйти в отставку. Я знаю, что существует немало скептиков, которые говорят надо силой. Друзья, о какой силе вы говорите, если на мирные митинги не выходят десятки тысяч? Во-первых. Во-вторых, есть законы общественного развития. Вот как физики. Я все время повторяю следующие слова. Вы все прекрасно знаете, что когда на улице будет ноль градусов, любая лужа замерзает. Это законы физики. Так вот, законы общественного развития тоже исследованы, они говорят о следующем. Когда в том или ином городе выходит на массовые протесты около пяти процентов населения, власть меняется мирным путем. Но представьте себе, что пять процентов в городе Алматы, в котором живет два миллиона, это сто тысяч человек. Если сто тысяч человек выходят на улицы, вы понимаете, что нет никакой силы, которая могла остановить такую массу. Максимум в Алма-Ате все, что они могут сделать, собрать три тысячи полицейских. Что такое три тысячи полицейских против ста тысяч человек? Они просто растворятся в этой массе. Более того, мировая практика показывает, что полицейские разбегаются в разные стороны, одевают гражданскую одежду или более того, просто присоединяются к протестующим. В Астане около пятидесяти тысяч человек и то же самое произойдет. Кто-то пугается, говорит, что режим будет стрелять, я хочу вам сказать, это как законы физики. Когда около пяти процентов населения выходит на массовые протесты, власть падает. Когда такая масса выходит на улицы площади, когда там внутри есть ядро организованная сила, которая направляет и ставит четко цели, не будет никакого хаоса, эти люди просто спокойно придут в органы управления, парламент, аккорду и так далее, заполнят собой из этих кабинетов убегут самые высокие чиновники, они будут арестованы. Я вам просто говорю практику, в Армении, Грузии, в Украине, во многих странах мира так и происходило. Это как законы физики, они действуют так. Можно посмотреть в интернете и вы поймете. Что мы должны для этого сделать, чтобы этого добиться? Нам нужно сформировать ядро протеста, некие ячейки. В этой связи я сейчас хочу завтрашнего дня я приглашаю тех сторонников, которые хотят мирным конституционным путем добиться смены этого политического строя, построить парламентскую республику без должности президента, которые жить хотят как в развитых странах мира, как в Соединенных Штатах Америки, как Германии, как во Франции, ведущих странах мира, я обращаюсь к нашим сторонникам со следующим предложением. После того, как я проведу прямой эфир, я опубликую телефоны, номера в WhatsApp, в Telegram, я опубликую разные ники, на которые вы можете выйти, и мы можем начать прямые разговоры. Минимальное количество в виде ячейки от пяти человек, при том эти люди должны быть знакомы, находиться в одном населенном пункте, в городе, например, в Алматы, в Астане, в Шемкенте, и пять и более человек могут выйти со мной на видеосвязь через Zoom. Связь, видео организовываем мы, никто не может войти в эту связь, только те активисты, которые настроены на смену политического строя. мы будем проводить прямые видеоэфиры, контакты, мы будем организовывать сопротивление, организовывать людей, ядро сопротивления. В Алма-Ате мы наберем тысячу человек, активных людей, таким образом. Я сегодня проводил эфиры с разными городами, по 10 человек, по 20 человек. Я ежедневно буду проводить эфиры с молодежью, со всеми. Кто готов выходить в эфир, мы через так называемую систему Zoom организуем видеоконференцию, мы будем договариваться, как мы будем действовать. Я уверен, что в течение буквально нескольких месяцев мы создадим ядро наших сторонников, минимум по тысяче человек, и эти тысячи человек приведут за собой на митинги минимум по 5-10 человек. И тогда мы сможем вывести людей организованно минимум до 10 тысяч человек, и когда эти 10 тысяч человек пойдут к местам организации митинга, вы понимаете, что это сразу масса обрастет, к ним добавятся еще тысячи. Вот такой простой план действий, он очень простой и очень реальный, он действовал во многих странах мира, мы не должны хаотично просто объявлять о месте и дне проведения митинга, как сейчас меня призывают многие из активистов, многие из тех, кто недовольны действующим режимом, назовите дату, пишут они, говорят они, мы это все сделаем, но для этого мы должны организовать ядро, в Алматы минимум тысяч человек, тысяч активистов, которые за собой в состоянии привести по 10 человек и так сегодня по итогам эфира я опубликую телефоны опубликую телефоны ватсапе, телеграмм и в других источниках что должны делать вы, уважаемые сторонники вы должны сформировать команду минимум 5 человек из особо доверенных людей которые вас не продадут не сдадут не испугаются пусть будет вас 10 человек пусть будет 20 человек но не менее 5 как только вас набирается 5 человек вы знаете что эти 5 человек надежный проверенный вы выходите на ватсап звоните я данные контактные все дам телеграм и мы с вами согласуем время прямого эфира в зуме на видеоплатформе и таким образом в результате этой деятельности мы в кратчайшие сроки наберем необходимое количество наших сторонников и после этого мы можем организованно выходить на массовый митинг если мы это сейчас не сделаем если это мы не сделаем организованно наши граждане будут погибать как от пандемии как от голода так и от разных обстоятельств которые сейчас каждый день формируются я считаю что нация в опасности я считаю что пришло время энергично действовать мы все должны понимать что нынешняя ситуация бедственная ситуация она связана именно с нынешней политической системой мафиозная воровская система должна быть уничтожена мы должны построить нормальное правовое государство я призываю сторонников всех тех кто готов построить новую страну сотрудничеству я ищу сторонников я хочу разговаривать лицом к лицу с этими людьми с молодежью с энергичными людьми которые не знают какое будущее ждет их в этой стране мы должны построить эту страну своими руками мы должны прекратить бояться мы должны сказать нет этой воровской власти мы не дадим им возможность жить своей жизнью обрекая народ на нищету я призываю завтра завтрашнего дня выходить на те контакты которые я сегодня опубликую мы будем лицом к лицу говорить о том что такое парламентская республика как мы будем организовывать органы управления как мы мирно я подчеркиваю мирно добьемся смены этого политического режима мы все это обсудим мы подготовим тысячи наших активистов по всей стране мы обладаем всеми такими возможностями время созрело нация в опасности пора действовать Аллах Казахстан